Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами детально разберем, как Фил Спенсер пролюбил все полимеры и нисколько этого не скрывает. Поговорим про огроменные видеокарты от NVIDIA, обсудим, что происходит на рынке чипов, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. Про компактность человечества и насколько огромный ящик нужен, чтобы запихать в него все-все-все население Земли. Погнали! Сходу давайте разберем главные новости про Microsoft. К компании накопилось множество вопросов, например, где игры. По факту, с новыми большими и качественными проектами проблемы и у Sony, и у майков. Но из-за этого именно вопрос к Филу встает особенно остро, потому что по продажам консолей Microsoft отстают. И как раз можно было бы воспользоваться слабиной конкурента и попытаться сократить отрыв. Но этого не произошло. Еще и со сделкой по покупке Activision Blizzard много непонятного. Там и судебные разбирательства идут, и в целом окончательная позиция регуляторов остается не до конца ясной. Собственно, Спенсер дал 25 минут на интервью IGN. Давайте пробежимся по главному. Момент первый. Фил сходу взял на себя всю вину за то, что в 22-м году вышло очень мало игр от внутренних студий Microsoft. То есть он не стал юлить, говорить, что на самом деле было во что поиграть. Нет, он выразился предельно четко. Игр почти не было, виноват я. И спание головы пеплом это, конечно, хорошо, это максимально честно. От руководителей крупных компаний такое встречаешь нечасто. А Фил в целом позиционирует себя как такой, человек от народа. В духе «я тоже геймер, стараюсь делать круто для игроков». И фишка в том, что это не просто позиционирование. Он всегда был таким и таким же остается. Но! Посыпание головы пеплом работает только в том случае, если ты посыпал голову и после этого исправился. На текущий момент из исправлений только обещание в самое ближайшее время выпустить Starfield, Redfall и новую главу Zelda Scrolls Online. По крайней мере, про эти игры Спенсер сказал. Ну и так было понятно, что они скоро появятся. Отдельно было сказано про Halo и про Free for Free Industries. За последний месяц набежало порядочно слухов, что Free for Free сокращение, что серия в подвешенном состоянии, и что ее чуть ли что не собираются передать другим разработчикам после слабого старта Halo Infinite. Спенсер сообщил, что Free for Free Industries остается ключевым разработчиком франшизы, а другие студии, которые привлекают к разработке франшизы, это именно саппорт, а не попытка передать Halo кому-то еще. По поводу Activision Blizzard. Тут Фил уверен в том, что покупка будет одобрена, и тем, кого это беспокоит, волноваться не стоит. Ну типа, окей, посмотрим. По факту, если суммировать все накопившиеся на текущий момент данные, да, кажется, что регуляторы еще помусолят Microsoft, повыбивают мнение из других крупных компаний, но в итоге дадут добро на сделку. Недавно, кстати, между Microsoft и Sony был очередной раунд кидания кишечным содержимым. Sony в разговоре с Еврокомиссией в очередной раз попытались накинуть на вентилятор и убедить комиссию в том, что после покупки Microsoft заблокирует выход Call of Duty на PlayStation. А Microsoft в ответ выкатила письмо, что все это чистой воды ложь, и что они, как и раньше, готовы подписать Sony 10-летний контракт, по которому колда продолжит входить на PlayStation и не будет иметь на платформе майков никаких дополнительных бонусов. Ни в плане даты релиза, ни в плане игровых плюшек. И вроде бы отмазались. Ну и в остальном было много общих слов, а сам Фил в интервью выглядел довольно уставшим и измученным. Обычно он беседует с прессой, скажем так, повеселее. Но помимо ответов Спенсера, на днях вспыла еще парочка интересных новостей. Джефф Граб сообщил, что по его данным, в этом году у Microsoft запланирован как минимум еще один масштабный релиз. И это Hellblade 2 – Сцену Сакрифайс. И якобы она выйдет во второй половине года, и очень бы хотелось на это надеяться, потому что анонсу игры был очень мощным, а вот дальше почти полная тишина. По поводу Старфилд у Граба менее приятные новости. Вот помните сливы про то, что беседка никак не может договориться с майками о дате релиза. Якобы Microsoft поддавливает и хочет игру в ближайшие месяцы. А Bethesda пытается снова отложить все на попозже. Граб сообщил, что так оно и есть на самом деле, и вероятность, что Старфилд уедет на вторую половину этого года, довольно высокая. Ну и еще одна новость про Hi-Fi Rush. Игра оказалась действительно отличной. Я вот как раз недавно закончил For Spoken, и теперь прохожу Rush, и она прям как бальзам на душу. Еще и выскочила прям как чертик из табакерки. А сделано это потому, что авторы Tango Gameworks очень боялись, что если начать рекламировать игру заранее, то игроки начнут поливать их всяким не очень хорошо пахнущим. Потому что все привыкли, что они делают более серьезные игры. И после The Evil Within и Ghostwire Tokyo никто не захочет играть в какой-то там ритм-экшен от тех же разработчиков. Но при этом, когда игру показывали разным людям из других подразделений Bethesda, они были просто в восторге и постоянно рекомендовали поиграть в нее своим коллегам. По компании, инфа про игру распространялась очень быстро, и это было похоже на сарафанное радио. И в итоге игру решили выпустить без всякой рекламной подготовки, понадеявшись, что и среди игроков сарафан тоже сработает. Собственно, сарафан сработал. Ну и в любом случае, и Microsoft, и Sony хочется пожелать удачи, потому что в условиях конкуренции должны выходить отличные игры. Но вот что-то как-то в последнее время с этим проблемы. Давайте там же, начинайте конкурировать по полной. А то создается ощущение, что индустрию развивают только инди-разработчики. Хотя в этом, конечно, тоже есть свои неоспоримые плюсы. Но лучше, чтобы развивались все разом. Напишите, кстати, в комментариях, есть ли у вас такое же вот чувство, что индустрию толкает именно инди-направление. Или это у меня уже такая профильная деформация? Хе-хе, смотрите. Вот это предполагаемая будущая видеокарта NVIDIA. Интересный момент номер один. Она занимает полные четыре слота. Но на этом интересное не заканчивается. Печатная плата у этой видюхи расположена не горизонтально, как это обычно бывает, а вертикально. То есть внутри корпуса плата будет располагаться параллельно материнке. Фотографии всплыли в сети недавно, и изначально предполагалось, что это может быть 4090 Ti. Но что-то как-то в это не особо верится, потому что больше похоже на новый Титан. Ну и, собственно, можно больше не фантазировать, это он и есть. Вот модельный номер RPG-137. И именно он фигурировал в летних сливах. Тогда как раз говорилось, что NVIDIA готовит новый Титан, что энергопотребление у него будет около 800 Вт, 176 ядер CUDA и 48 ГБ оперативы. Единственный момент, тогда говорилось, что память будет установлена GDDR6X. Но буквально на днях в интернете засветились свеженькие индийские транспортные декларации, где упоминается ровно эта же модель видеокарты, но указанная память там просто GDDR6. То есть помедленнее. Но в любом случае печка предполагается знатная. Блок питания для нее понадобится соответствующий. И шутки про то, что под такую видюху нужен отдельный корпус, и что скоро мы будем не видюху в корпус вставлять, а наоборот, как бы приветствуются. В данном случае они полностью оправданы. Ну и можно помечтать о цене. Последний Титан, Титан RTX, у нас выходил в 2018 году, и стоил он тогда 2500 долларов. А RTX 2080 Ti на тот момент отдавали за 1200 баксов. Вот если проводить аналогии, то если новый Титан действительно доберется до прилавков, то ценник вполне может перевалить за 3000. Пишите в комментариях, купили бы себе такого монстра, или что-то как-то ой-мамоу. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня в очередной раз онлайн-школа SkillFactory с курсом FullStack разработчик на Python. Если вдруг не знаете, Python это очень популярный язык программирования. Его используют в самых различных IT-направлениях, в веб-программировании, для анализа данных, в скриптинге, и, естественно, при создании игр. Он часто применяется и как самостоятельный инструмент, и как дополнительный элемент разработки. Скажем, игровой движок Гадо написан, по сути, на Пайтоне. А практически в любой достаточно крупной игре есть созданные на Пайтоне элементы. На курсе SkillFactory учат именно FullStack девелоперов. То есть за 14 месяцев вы освоите абсолютно все этапы разработки, от планирования и проектирования, до финальной полировки и тестирования кода. Главная суть цикла — подготовить специалиста, который умеет выполнять и сдавать заказчику работу под ключ, а не просто выполнять один из этапов. Обучение построено исходя из того, что у вас может вообще не быть навыков программирования. То есть можно приходить вообще без знаний, все расскажут, покажут, проведут через все этапы и подготовят к трудоустройству. Что еще? Есть возможность выбирать удобное время для занятий в течение недели. Есть менторы — это опытные программисты, которые ведут каждого ученика и помогают в самых сложных моментах, чтобы вы не отставали. А карьерный центр помогает найти работу после завершения обучения. Ну и проекты для портфолио в процессе тоже сформируются. Как минимум 9 мини-проектов и один большой финальный. Узнать все детали и записаться на обучение можно по ссылочке в описании. А по промокоду Макаренков действует скидка 45%. Не пропустите. Переходите по ссылке, узнавайте подробности и записывайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь новость про ситуацию на мировом рынке чипов. Смотрите, вот это динамика стоимости акций Intel за прошедший год. Капитализация компании обвалилась аж на 8 миллиардов долларов. При этом общая капитализация Intel ближе к 200 миллиардам. Так что 8 миллиардов вроде бы не так и много. Но это одно из крупнейших падений компании за последние годы. А главное, это падение продолжается. Что случилось? А случилось следующее. Пока шла пандемия и народ сидел по домам, еще и логистика по всему миру была нарушена, сформировался жуткий дефицит чипов. Думаю, в эту историю прекрасно помните. Но теперь спрос упал. По сути, он вернулся к доковидным временам и даже стал еще чуть-чуть ниже. Вот только заводы по производству чипов только к середине прошлого года успели раскочегариться на полную катушку. И теперь чипы лежат на складах, покупать их со скоростью звука никто не спешит, планы крупных компаний по продажам рушатся, и все они начали играть в популярную игру «Горшочек не вари». Потому что либо надо сбрасывать все то, что уже напроизводили за копейки, либо правильно подождать, когда спрос снова возрастет. Но просто так ждать тоже не вариант. Надо дополнительно притормозить разработку новых чипов и в целом нового крутого железа, чтобы не пришлось спускать в утиль то, что уже напроизводили. А значит, в ближайшее время крутых новых железных анонсов будет случаться значительно меньше, чем до этого. Ну и есть еще один очень важный момент во всей этой истории. Многие из вас, думаю, наблюдают, какая зверская гонка чиповых вооружений сейчас развернулась между США и Китаем. Если вы совсем не следили за ситуацией, то кратко поясню. Китай умудрился обогнать Штаты в наращивании высокотехнологичной военной мощи. И при этом сделал он это во многом за счет технологии, которые бизнес США сам продавал Китаю. Правительство Штатов схватилось за голову и уже на государственном уровне блокирует поток любых высокотехнологичных решений в Китае. Потому что иначе Штаты отстанут еще сильнее. Полтора-два года назад про всю эту ситуацию говорили еще так. В духе, ну, наверное, это просто какая-то липовая теория заговора из ПГС. А сейчас уже официально никто ничего не скрывает. И само правительство США заявляет, что одна из важнейших задач для них задушить технологическое развитие Китая. И самый простой способ это сделать отрезать Китай от рынка чипов. Можете спокойно посмотреть в отчетах, сколько на этих запретах потеряла Intel, сколько Nvidia, сколько AMD, сколько другие компании. И автоматом на маховик репрессии намотала розничный сектор. Если раньше многие американские компании спокойно сбывали в Китае огромное количество бытовой компьютерной техники и еще больше высокотехнологичных комплектующих для нее, то теперь большинство каналов перекрыто. А сбыть все в других странах просто не получается. Там столько не покупают. Тем более, что во многие другие страны просто так поставлять теперь тоже не получается, потому что есть опасения, что из этих других стран чипы утекут в Китай. И это еще одна причина, почему акции Intel и многих других западных железных компаний сейчас просели. Они почти одномоментно потеряли огромный рынок сбыта. А нового нет и не предвидится. Мена-регионы, уж тем более Южная Африка, не могут себе позволить скупать дорогущие чипы в том же объеме, что и Китай. Да никто и не разрешит им продавать, потому что оттуда чипы уж точно утекут в тот же Китай, который сейчас готов платить за передовые чипы прямо очень большие деньги. И возникает логичный вопрос. А вот за всей этой ситуацией начнет ли железо резко дешеветь? Отчасти чуть-чуть, конечно, да. Но не думайте, что будет прям чудовищный обвал цен. Компании этого просто не допустят. Им выгоднее придержать все у себя. Да, они много денег потеряют на хранении, но аналитики говорят, что пока это выгоднее, чем сбывать все по дешевке. И опять же, все аналитики в голос трубят, что ждать зверского прироста мощности на железо в ближайших поколениях не стоит. Не только потому, что этого в целом сложно добиться, это как бы само собой, но еще и потому, что компаниям нужно сохранить высокие цены на текущее железо, которое сейчас сложно продать. А сейчас традиционная околонаучная история. И на этот раз про компактность человечества. В чем суть и соль? В головах у большинства прочно сидит мысль, что людей на планете Земля прям ужасающе много. Предположительно, в ноябре прошлого года население превалило за 8 миллиардов. Почему предположительно? Потому что идеально точно, подсчитать, естественно, невозможно. Так что есть вот это как бы официальное число, но в реальности ученые обычно используют дельту от 7,5 до 8,5 миллиарда. Но сути это не меняет. Людей действительно много. И так много нас стало за невероятно короткий с точки зрения истории промежуток времени. Еще в начале 19 века нас было всего 1 миллиард. К 20-м годам прошлого века набежало уже 2 миллиарда. А затем примерно за такой же промежуток времени нас раз и уже 8 миллиардов. И суперчасто в интернете можно услышать мнение, что это невероятные какие-то объемы, что если все люди разом залезут в океан, то он выйдет из берегов, или что нам скоро чисто вот физически перестанет хватать места на материках. Короче, прям ужас и кошмар. Но так ли это много на самом деле? Смотрите, есть очень забавный фактик. Абсолютно все люди Земли, все 8 миллиардов, запросто уместятся в куб с ребрами длиной по 1,5 километра. То есть в кубик 1,5 километра на 1,5 километра на 1,5 километра можно запихать абсолютно всех людей, живущих на планете Земля. Да еще и с большим запасом. Многих эта информация поражает, большинство вообще говорит, что за ерунда, это невозможно. Но этот момент уже многократно подсчитывался. Можете просто по поиску задать, и легко найдете расчеты. Или можете сделать это вообще сами, буквально в уме. Смотрите, чтобы было совсем удобно считать именно в уме, давайте посчитаем с большим запасом. Предположим, что нас даже не 8, а 10 миллиардов. И размеры человека тоже возьмем с провесом. Пускай рост будет целых 2 метра, при том, что в реальности средний рост взрослого человека без учета половой принадлежности всего 165 сантиметров. Ширину плеч возьмем целых 50 сантиметров, при том, что средний, опять же, без учета пола, заметно меньше. И горизонтальный размер от передней части груди или живота до спины давайте примем за 30 сантиметров. Это тоже больше среднего показателя. Теперь еще раз округляем и тоже в большую сторону. Делаем вид, что все, кто живет на Земле, это взрослые люди с такими вот габаритами. Потому что по факту значительная часть это дети и подростки, у которых линейные размеры тела значительно ниже средних. Но мы будем считать, словно вот все-все-все у нас огроменные взрослые двухметровые здоровяки. И тогда каждый такой здоровяк займет собой пространство 2 метра на 0,5 метров на 0,3 метра. Перемножаем в уме. 2 на 0,5 это 1, 1 на 0,3 это 0,3 кубических метра. И теперь умножаем эти 0,3 кубических метра на 10 миллиардов. Получаем 3 миллиарда кубических метров. А внутри куба с ребрами по полтора километра, как несложно догадаться, 1,5 на 1,5 на 1,5 кубических метров. То есть 3 миллиарда и 375 миллионов кубических метров. То есть больше, чем нам нужно. На деле, если считать правильно, уменьшить все цифры до реальных, да еще и не забыть, что людей можно укладывать там с пересечением, то получится, что все человечество можно уложить в куб с ребрами заметно меньше даже одного километра. Вот такое вот человечество компактное. Люди занимают вообще, можно сказать, что ничего. Но это не значит, что не надо беречь природу. Потому что даже вот такое маленькое количество людей таки может знатно эту природу загадить. Сами мы компактные, но вот результаты и продукты нашей жизнедеятельности по объему и вредности куда значительнее. В общем, теперь вы знаете чуть-чуть больше. Если вы взрослый, то соблюдайте заданный объем, и если решите его увеличить, то делайте это за счет мышечной, а не жировой массы. Да и с мышечной тоже не перебарщивайте, это не суперполезно. Такие дела. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте разберем две вещи. Во-первых, пишите, что думаете про недостаток больших игр от Sony и Microsoft. Насколько остро вы эту недостачу ощущаете? И второй момент. До какого размера в ближайшие несколько лет дорастет размер видеокарт? Разумеется, с вашей точки зрения. Удастся ли железным компаниям удержать их в более-менее приличных габаритах? Или нас ждут прям настоящие железные чудовища? Все комментарии я читаю и часто отвечают. Поддержать канал можно либо на Boosty по ссылочке в описании, либо просто лайком под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю, что записаться на курс Skill Factory можно по ссылочке в описании. Не пропустите скидки.